Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Анапа. Регионы». Я Ирина Меркурий. Вам здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Выбираем президента. Анапские школьники проголосуют за кандидатов, которые войдут в городской ученический совет. На страже государственных интересов в России планируют ввести казачью охрану министерств и гособъектов. Одно из любимых мест отдыха приведут в порядок. Сегодня начали реставрацию памятной стелы Трисвичи. События года. Конкурс «Профессионализм. Достоинство. Честь», прославляющий успехи анапчан в самых разных отраслях, стартовал в Анапе. Начался прием заявок. Сегодня об этом объявили на аппаратном совещании в администрации курорта. Претендентов на победу могут предложить трудовые коллективы, спортивная и педагогическая общественность, выдвинуть предприниматели, активисты и рядовые анапчане. В каждой сфере есть люди, на кого стоит равняться. Преданные профессии, отстаивающие честь родного города на спортивных аренах и сценических подмостках, двигающих экономику курорта вперед. По итогам ежегодного конкурса «Профессионализм. Достоинство. Честь» отберут 15 лучших имен. Претендентов представят сами анапчане. Задача руководителей управления отделов администрации – предложить курируемым предприятиям активнее участвовать и выдвигать кандидатуры «Достойные победы». Я хотел бы, чтобы все вы подключились к этой работе. Конкурс очень почетный. Мы чествуем тех людей, которые достигли хороших результатов в этих номинациях в течение года. Заявки принимают до 1 декабря в Управлении организационной работы и по связям с общественностью администрации Анапы. На ваших экранах адресы телефона. Анапа, улица Крымская, 99, кабинет номер 308. Контактный телефон 8 861 33 452 24. С условиями проведения конкурса «Профессионализм. Достоинство. Честь» вы можете познакомиться на официальном сайте администрации города Курорта. На нашем сайте anaparegion.ru заявки принимаются в оргкомитете администрации Курорта. А 14 октября в анапских школах выберут президентов, которые займут место в городском ученическом совете, своеобразном парламенте. Старшеклассники смогут влиять на молодежную политику, которая проводится в муниципалитете. В Управлении по делам молодежи администрации Анапы говорят, что в этом году число кандидатов значительно увеличилось. На большой школьной перемене не так просто вести агитацию. Девятиклассница Виктория Ивлева принимала участие в прошлогодних выборах школьного президента. Говорит, что переосмыслила опыт и теперь вновь пробует свои силы, потому что хочет оставить след в истории, пока школьной. Я буду проводить больше интересных мероприятий, какие-то организовывать секции, какие-то интересные кружки. Так, чтобы жизнь в школе для всех учеников была яркой, запоминающейся и интересной. Это самая настоящая предвыборная кампания. Есть специальные стенды для агитации, а также листовки. Сусанна Диланян считает, что в школе необходимо установить автомат с едой, чтобы разнообразить меню школьной столовой. Говорит, что есть идея, как это можно реализовать. Я активный человек, я активный человек в школе, в классе, в городе. Я просто приняла решение стать президентом. Я хочу, чтобы в нашей школе очень много веселых перемен было музыкально. Я хочу, чтобы наша школа стала ярче, веселее. В библиотеке работает избирательная комиссия. В седьмой школе четыре кандидата, три девушки и один юноша. Всех выдвинули классы, но можно было участвовать и самовыдвиженцам, собирая подписи. Также необходимы заявления. Педагоги говорят, что проект очень полезен с точки зрения общего развития. С одной стороны, участники вовлечены в самый настоящий политический процесс, и это помогает формировать гражданское общество. С другой, все кандидаты получают определенный жизненный опыт. Так как равнение будет школа содержать на них, первое, что они в себе начинают воспитывать, это самоорганизацию. Начни с себя. И с точки зрения педагогики, пунктуальность, я так думаю, и то, что они находят общие вопросы, решение общих вопросов с детьми, это тоже у дорогого стоит. То есть психологические аспекты в общении с людьми обязательно присутствуют. Это краевой проект, в котором Анапа участвует более десяти лет. Победители войдут в городской ученический совет. Они выберут председателя и заместителей, сформируют комитеты. Совет будет предлагать инициативы, которые касаются молодежной политики. Муниципалитету это дает развитие молодежной политики. Мы конкретно направляем свою деятельность на это. То есть молодежная политика в данный момент это основополагающее. Мы работаем на будущее. Олеся Чужикова учится в четвертой школе. Руководила городским ученическим советом с февраля этого года. Была исполняющим обязанности, потому что действующий руководитель взял самоотвод, чтобы готовиться к единому госэкзамену. Теперь принимает участие в выборах. Считает, что если человек способен вести за собой сверстников, то он обязательно должен это делать. Во времена СССР была замечательная вещь, как пионерия. Ребята к чему-то стремились. Они видели цель. Они хотели стать пионерами. Они хотели, уравнялись на тех, кто старше и кто выше их. А сейчас молодежь ничем таким не занимается, ни к чему не стремится. То есть я бы хотела, чтобы ребята стали гораздо более целеустремленными и видели, к чему они должны идти. В этом году в школьных выборах принимает участие 128 кандидатов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Голосование пройдет в эту пятницу, 14 октября. А в четверг, как и полагается, день тишины, когда запрещена любая агитация. Дополнительное освещение, реставрация ограждений и общий порядок. Глава НАПа осмотрел строящийся скейт-парк и сделал ряд замечаний. До идеального состояния еще далеко. Спортивный объект должен находиться в зоне пристального внимания заместителя, курирующего вопросы молодежной политики. Шефство над скейт-парком взял на себя Центр патриотического воспитания Ратмир. Молодые активисты, не жалея сил, трудились здесь после поджога, расчищая территорию. Постоянно находятся на объекте и сейчас, во время его ремонта. Главу Анапы встречает руководитель Центра Максим Пронин. Первый вопрос Сергея Павловича, почему сроки сдачи объекта сдвинулись. На 10 число, это вчерашний день, должны были быть окончены работы. На данный момент работы не окончены. Въявлено претензионное письмо. Ну а что они говорят? На данный момент не хватает одной фигуры, вот она, которую ребята говорят, что будет стоять уже. Нужно покрыть просто краской, подготовить металлические заезды и с той стороны закрыть перила. Вчерк, ребята говорят, что все будет стояно. Словомышленников, спаливших скейт-парк, полиция до сих пор не нашла. Чтобы в дальнейшем исключить посягательства, глава Анапы потребовал предусмотреть охрану спортивного объекта. А что мы сделали по поводу видеокамер, обзора, охраны? На данный момент заключен контракт с фирмой. До Нового года, это три месяца, 45 тысяч рублей. Да ничего страшного, дороже стоит. Охранник работает еженочно с 7 до 7 утра. На данный момент работают две камеры, которые выведены на ЕДДС. Работали с этой стороны две камеры, но они попали под пожар. То есть, эти камеры были сняты. Эти камеры берут одна, которая направлена на территорию скейт-парка. Она будет брать полный обзор территории скейт-парка. Вторая камера направлена на вход. Молодежи в скейт-парке собирается много. Работает он до 10 часов вечера. И это правильно. Для ребят он и строится. Вот только уличное освещение надо добавить. Звучит еще одно поручение мэра. Замечаний Сергей Павлович сделал немало. И справедливых. Неокрашенные ограждения, пострадавшие во время пожара и неубранные деревья. Мелочи, которые, если уж взялись, надо исправлять. Стройку должен взять на ежедневный контроль курирующий заместитель. Классный он будет, когда он будет весь вылезан идеально. Все будет сделано. Покрашена опора, будет освещение, убрано дерево. Вот это одна группа будет нормальная. Тогда он будет классный. К нему-то какие вопросы? Он своим делом занимается. Все правильно. Это к нам вопросы сейчас. Понимаешь? Что мы бросили на самотек. Вроде как деньги мы выделили. Великие. Деньги выделить – это половина проблем. На соответствие нормам безопасности объект проверит Ростехнадзор. Молодежь планирует открыть скейт-парк спортивными соревнованиями. Завтра в детском центре «Смена» состоится торжественное открытие Всероссийской военно-спортивной игры «Казачьей сполох» и Всероссийской спартакиады допризывной «Казачьей молодежи». Эти события федерального масштаба объединяют казачью молодежь войсковых казачьих обществ со всей России. Ожидается, что почетным гостем праздничного открытия станет атаман Кубанского казачьего войска, заместитель губернатора Краснодарского края, казачий генерал Николай Далуда. В России планируют ввести казачью охрану министерства и гособъектов. Об этом сегодня сообщил губернатор Краснодарского края. По поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина уже подготовлен законопроект. Цитирую то, что сегодня федеральный центр готовит такие поправки, подтверждает, что несколько лет назад на Кубани правильно выбрали направление развития казачества. Краснодарский край одним из первых регионов в стране настоял на том, чтобы казаки совместно с полицией патрулировали улицы для охраны правопорядка. Мы одними из первых предложили и достаточно успешно внедрили практику охраны казаками детских учреждений. По отзывам родителей это дает определенный плюс. Люди стали себя более уверенно чувствовать, сказал Кондратьев. По его мнению, предложение федеральной власти об охране казачеством госучреждений можно расценивать как возврат к традициям. Это разумный шаг, потому что сейчас у нас организованное казачество. Это подготовленные люди, интегрированные в реальную жизнь. Казаки – это уже не парады и красивая форма. Это специалисты, которые способны качественно стоять на защите правопорядка, отметил глава Кубани. Он добавил, что если решение примут, то кубанские казаки с этой задачей справятся. И к другим темам. Просьба общественников услышана. На улице Мельково сегодня начали реставрацию памятной стелы «Три свечи». Этот обелиск был открыт в 2005 году в память об анапчанах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны в Афганистане и Чечне. Сегодня сквер – любимое место отдыха жителями районов 3А и 3Б. Активисты и мамы погибших ребят обратились к главе курорта с просьбой отремонтировать стелу. МКУ «Ремстрой» производит ремонтные работы. Памятник будет на месте стоять. Просто будет восстановлено освещение, будет полностью произведена ремонтная работа и будет памятник точно так же стоять здесь. Помимо планового ремонта, здесь намерены полностью восстановить уничтоженное вандалами световое оборудование и проводку. Самих же злоумышленников сейчас разыскивает полиция. Напомню историю создания стелы. Авторы идей и эскизного проекта – это школьницы гимназии Эврика Полина Горяевой и Анна Красовская. Средства на сооружение более 300 тысяч рублей были собраны в ходе благотворительного марафона, который состоялся в апреле 2003 года. Уникальный трейл-старт «Анапа-Суко-Абраудерсо» пройдет в эти выходные. Организаторы рассчитывают, что забег с элементами кросса, трейла и горного бега соберет не менее 300 спортсменов. Эти старты из серии «Гром», известные во многих регионах России, теперь они пришли и в Краснодарский край. Подробную информацию о мероприятии можно узнать на сайте anapa.grom.club. Здесь же можно оставить и заявку на участие. Я напоминаю, что генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова